В доме престарелых лесное необычайно шумно. Повод тому гости из госуниверситета. Студентки приехали навестить бабушек и дедушек, а заодно и провести мастер-классы по рукоделию. Всего пять направлений, кому что по душе. За этим столом учатся делать открытки ручной работы. Все, что нужно, лист картона, клей, разноцветные бусинки, наклейки и бумага. Удержать в руках мелкие детали задача непростая, развивает мелкую моторику. Мы стремимся активизировать наших проживающих с целью того, чтобы они не закрывались в своей комнате и не ограничивались только хорошим уходом, а еще чтобы у них была просто жизнь. За соседним столиком учатся делать оригинальные брошки. Украшения, необычайно популярные в прошлом веке, обретают вторую жизнь. Из мягкого материала фоамирана с помощью горячего клея получаются симпатичные бутоны. Рядом занимаются вязанием. Материал – разноцветные лоскутки. В умелых руках клубок быстро превращается в пестрый коврик. Вяжут половичок на пол и могут подарить друг другу. Могут подарить соседке, могут подарить женщине, с которой дружат. Он красивый. Надо так посмотреть. Встают на пол. Не на голый пол, а встают на половичок. Занимаются вместе с представителем молодежной палаты Марии Кузьминой. Вязать умеют почти все. Поэтому мастер-класс превратился в душевную беседу. Мы подумали, чтобы ветераны вспомнили свою молодость, как они вязали носочки. Сейчас рассказывают, как вязали варежки. Мы повяжем ковры. Их захватило это. И уже они просят нас провести им побольше материала, чтобы вязать большие красивые ковры. Может быть, даже выставлять их на ярмарках. Смастерить традиционную русскую куклу можно за соседним столом. Детали подготовили заранее. Осталось только подобрать нужные цвета. Последний штрих – повязать яркий платок. Такие куклы-амулеты принято было дарить близким людям. Мы выполняем береговые куклы. Это русские традиции. Выполнялась кукла всегда из простой конструкции. Набивалась ткань, полоскутки ткани синтепоном. И всегда была без лица. Задание на этом мастер-классе – нарисовать добро. Каждый видит его по-своему. У кого-то на бумаге семья, цветы или простая поляна. Главное, конечно, не техническая точность рисунка, а приятное времяпровождение в приятельской атмосфере. Мастер-классы мы брали таким образом, чтобы, во-первых, это было сделать несложно, чтобы за вот эти два часа, которые идет программа, смогли пройти как минимум два мастер-класса. Встречи поколений порадовались не только пожилые люди, но и сами студенты. Потратить пару часов на живое общение с ветеранами студенты согласились с удовольствием и пообещали в скором времени вернуться. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.